Первым здесь был Ленин. С 1899 года, приехав в Мюнхен, он остался здесь на три года. В мюнхенский период уминовал себя господин Майер. Прямиком из ссылки приехал сюда, вышел на немецкие спецслужбы, очень тесно сотрудничал, получая от немцев деньги. Не зря Ленина называют немецким шпионом. Ой, не зря. Но, если быть до конца корректным, он не был шпионом в прямом смысле этого слова. Он просто работал с немцами, рука от руку, шел к единой цели, а цель была свалить и без того шатающегося колосса на глиняных ногах. Ленин шел к власти, а немцы вообще хотели расшатать, так сказать, политическую и экономическую систему России, непонятной и далекой. На всякий случай, лишним не будет. На немецкие деньги Ленин печатает газету «Искра». Со второго номера она выходит здесь, в Мюнхене. Ленин собирает редколлегию газеты, сидя за скамьями Холбройхауса. Через год прибывает сюда Надежда Константиновна с 1900 до 1902 года. Они живут здесь вместе. Однажды она написала письмо, обратившись к своей матери. «Мама, мы с Личом очень любим бывать в одной из мюнхенских пивных, потому что пиво всегда приносят там в кружке, где написано «Народная воля». Она расшифровала так «ХП», «Хофброй», «Народная воля». Я всегда шучу «Хорошо, хоть не Надя и Володя». В 1900 году здесь было объявлено о создании Советской Баварской Республики. Не знаю, в курсе вы или нет, что здесь была советская власть. Я вкратце упомянула, что настроения были тогда мятежные, и все это связывалось с эволюцией в России, и что Гитлер был в свое время саглядатым. Настроения были мятежные неспроста. Здесь действительно было очень много таких баламутов. И однажды, здесь все-таки в предыдущем очередного мятежа, было объявлено о создании Советской Баварии, которая просуществовала три недели. С апреля 19-го к мая 19-го. Что интересно, объявили о создании Советской Баварии. Здесь, в одной пивной, расстреляли коммунаров, во дворе другой пивной. Все в пивной. А в 2020 году на третьем этаже Хобрухауса Гитлер объявил о создании своей партии НСДФ. И здесь родился нацизм. Ну, грубо говоря, конечно, он родился не здесь, а в голове. Но здесь, на третьем этаже, Гитлер объявил впервые, в кругу своих сторонников, в ближайшее окружение, что создана новая партия, зачитал программу и устал. Вот так. Так что в наших путеводителях Хобрухаус клеммится не иначе, как гитлеровская пивна. Я протестую. И в нашу, так сказать, ясность, восстанавливаемого статус-кво, это не гитлеровская пивна, а королевская пивна. Да, Гитлер всего лишь эпизод. Гитлеру нравилось, в принципе, выступать в пивных, потому что всегда много народу. Ну, посмотрите, будний день, среда, первая половина дня, здесь яблоко нигде упасть. Всегда много народу. Встал себе, кружку пива поднял, и вещание. Нужно платить ни за аренду зала, ни за рекламу зала. Он всегда пользовался такими прекрасными возможностями и выступал в пивных. Так что он выступал не только здесь, но, в принципе, нравился этот способ общения с публикой, и нельзя называть королевскую пивную. Нигде на пивных. Ну, а что касается кружки, то это непростая кружка, это эталон. Как в Палате Мера Весов в Париже, там в Мюнхенском городском музее, хранится образец такой кружки. Она называется МАСС. МАСС спир. МАСС вмещает в себя 1 литр и 69 тысячных. 11 до 0,6,9. Достаточно тяжело пью пустую держать долго. С литром пива непонятно. Поэтому берут ее не вот так, а вот так. Вот. Будете заказывать литр сегодня, берите по балансу. Во время Октябрь Феста официантка поднимает 12 таких кружек без проблем. Ну, девушки знают, за что страдают. По неогласным данным, по неофициальным данным, за каждый день у них получается не менее тысячи евро чаевых. Ну, вы, наверное, уже обратили внимание на интересные ячейки. Их 426. Здесь, это ячейки завсегдатаев этого заведения. Кто имеет право сюда прийти и своим собственным ключом открыть ячейку, забрать свою собственную кружку, обмыть под медным краником и дать с гордостью официантке тот, чей отец, дед и прадед приходили сюда пить пиво. Четвертое поколение завсегдатаев. Стоит это удовольствие 6 евро в год. Такой символический членский взнос, ни к чему никого не обязывающий. И несмотря все-таки на дешевизну, ни сдать субаренду, ни подарить, ни уступить кому-то эту ячейку, ее владелец не имеет права. Лишь после его смерти право переходит к его ребенку, причем неважно сыну или дочери. Женщина тоже имеет право любить пиво и быть завсегдатой в Боббрехаусе. Нужно лишь ее согласие. Никаких проблем. Какая кружка здесь находится, это абсолютно все равно. У кого-то старые кружки, там столетние, у кого-то даже дольше, но у кого-то взамен разбившиеся здесь относительно новая кружка. Смысл не в кружке, а смысл вместе. Вот в таком интересном месте. Сейчас я даю вам 5 минут, чтобы вы сделали фото. Наверное, вам будет интересно подойти к оркестру. Давайте сверим часы. Сейчас у нас с вами 55 минут. Давайте ровно в час соберемся у выхода. Вот так, где вы заходили, нам я буду вас ждать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.